Друзья, я приветствую вас с побережья Коста-Бланка. Это Испания. И сегодня хотел бы рассказать вам о своих наблюдениях, как Испания выходит постепенно из карантина. Тут называется это деэскалация. Это фаза 1. Сейчас у нас была фаза 0. Фаза 1 уже разрешает спокойно передвигаться в пределах своей провинции. Не везде, не во всех регионах Испании это еще работает, но вот где я сейчас нахожусь, здесь уже можно гулять. Здесь уже открыли рестораны, бары, кафе. Ну, в общем-то, это, наверное, и есть одно из моих наблюдений, которым я хотел поделиться. И это должно быть интересно в том числе людям из других стран, и России, конечно, в том числе, потому что выход из карантина везде будет по фазам. Это уже понятно, что Испания раньше вошла и раньше выходит. Понятно, что будут называться это этапами в России, я думаю, но постепенно будут вводить определенные требования и разрешать людям уже спокойнее передвигаться, открывать. Вот в Испании сначала стройки открыли, так я понимаю, сейчас строительство и в России тоже запустили. Постепенно будет все примерно то же самое. И что нас и вас, в том числе, наверное, ждет в ближайшее время? Вот мое такое наблюдение, не самое приятное, это повышение цен. Повышение цен, оно отразилось вот в первую очередь сейчас в ресторанах, барах и кафе. Все рестораны, бары, кафе открылись, но больше половины переписали ценники. В меню появились другие цены на блюда, даже на кофе, на пиво. Это заметно, потому что кофе стоит примерно около полутора евро за кружку. Вот тут прибрежные кафе, их очень много, и это обычная цена. Некоторые кафе подняли эту цену сейчас до 2, до 2,50. Понятно, что не надо говорить о том, что это дешево или дорого. В других странах Европы есть и по 3, в Ницце можно и за 5 выпить. Я говорю о том, что произошло именно в Испании, в конкретном месте, то, что заметно местным. Пиво, которое стоило тоже полтора евро за кружку, сейчас стоит до 3 евро. То есть вот такие моменты, они заметны, хотя остались и кафе, которые не подняли цены. Сегодня я был в одном кафе, вот за три кружки мы отдали около там 5 евро, потому что там плюс-минус одно 1,40 стоило, с молоком, по-моему, 1,60. Но они не подняли цены. Но казалось бы, ну что там накинули по 20-30 центов на кружку, что он стоит переживает. Переживаний никаких нет, есть наблюдения, и связаны они однозначно с тем, что у нас появляются повседневные новые правила, правила жизни, в том числе и работы, предприятий, организации, кафе, баров, ресторанов. Это необходимость, во-первых, ставить на входе санитайзера. Вот сегодня в кафе, где я был на входе, перед тем, как пойти заказать кофе, ты заходишь, одеваешь перчатки, если хочешь, руки проходишь со санитайзером, и после этого уже идешь, делаешь заказ. Официант к тебе подходит только, если ты его позовешь. Официант подходит на расстоянии, столики стоят на расстоянии. То есть любые кафе, в которых, допустим, раньше было 20 столиков, теперь этих столиков стало 10, потому что их все расставили, а то и 8 на большом расстоянии, и это они обязаны так делать. И более того, бары, кафе и рестораны пока работают только террасы. То есть внутри находиться нельзя. Это уже следующая фаза. Фаза 2 позволит людям находиться в барах и ресторанах внутри. И все это дополнительные расходы. Понимаете, многие бары и рестораны, они пока вообще не запустились. Стоят стулья составленные, то есть пустые террасы. Они не запустились, потому что надо же платить зарплату официантам. А так как люди и так боятся выходить, людей немного. А те, кто выходит, они идут, хотят посидеть где-то снаружи, и, конечно, сесть на террасе. То есть более-менее как-то тема террас заработала, но не все кафе решили, что стоит запускаться. Но те, кто запустились, некоторые подняли цены, некоторые нет. Но есть общая тенденция, что цены будут поднимать. И самое неприятное, что идет разговор о том, что в маленьких, небольших супермаркетах тоже поднимают цены на обычные вещи товарно-народного потребления, на продукты, потому что затраты стали выше. Аренда осталась та же, людям нужна зарплата, а клиентов гораздо меньше, чтобы все это работало. То есть выгоднее не работать, убытки меньше получаются. А так нужно поднимать цены. И я боюсь, что это ждет всех нас в новой реальности. Это самолеты, это авиарейсы, это необходимость соблюдения везде дистанции. И таким образом уплотняемость чего-либо, рассадки клиентов где-либо, она заставляет поднимать цены на услуги, на товары. Это будет происходить, я думаю, и на производствах, потому что люди должны просто... Будут другие нормы гигиены, другие нормы необходимости дистанцирования сотрудников. Все это должно требовать больше площади. Это снижает производительность. В любом случае. То есть это для нас, потребителей, отразится в росте цен, как ни странно. С другой стороны, где брать вообще деньги для того, чтобы за все это платить, спросите вы, тоже непонятно. Но это однозначный момент, который нас всех ждет в новой реальности. Вот это наблюдение хотел вам из Испании сказать. Ну, просто для того, чтобы вы не удивлялись тому, что, возможно, и в вашей местности будет происходить все точно так же. Ну и второе такое наблюдение, которое, мне кажется, будет нашей новой реальностью. Европа, как вы знаете, сейчас думает о том, как спасти туристический сезон, открывать или не открывать границы, для того, чтобы могли заехать туристы хотя бы там из Франции в Испанию. Сейчас у Франции, с Испанией такой легкий конфликт происходит, потому что французы ответно выдвинули требования испанцам, что когда будут въезжать испанцы во Францию, тоже две недели карантин. Потому что испанцы придумали такое требование для французов. То есть сейчас пошли уже мелкие конфликты между странами Евросоюза, в том числе на почве туризма. Вот. И из этого, из всего, я предполагаю, что в ближайшем времени нас ждет, конечно, не чипирование, я не сторонник этой теории, но нас ждут специальные паспорта и какие-то пропуска, которые позволяют человеку... Во-первых, это будут тесты повсеместные, это будет свежая справка о том, что никто ничем не болен. Во-вторых, возможно, будут какие-то паспорта на антитела. То есть будет какая-то пропускная система, которая позволяет людям путешествовать, только показав бумажку, цифровой пропуск. Не знаю, в каком виде это будет, но, тем не менее, я думаю, только на основании этого можно будет передвигаться между странами. И я говорю только про Евросоюз, не знаю, как наружу. Вот такие, ребята, новые моменты нашей жизненной реальности. Из побережья Коста-Бланка в пасмурный день. Сегодня вышел, рассказал вам, ну, сегодня кататься на велосипеде не будем, зато сегодня есть хорошее солнечное новое видео на основном канале из Франции. Сначала оно туманное, потом солнечное, красивые, классные виды. И если вас немного загнало в депрессию, вот это мое рассуждение, посмотрите путешествие по Франции. И давайте помечтаем, что скоро все будет так же, как и прежде. Ну, будем верить в лучшее, но по-сарану. Субтитры создавал DimaTorzok